Ух ёпсель, ну greetings from my mind дорогие друзья. Наконец потихоньку отлаживаем съемочный процесс и спешу сообщить, что теперь у нас есть бусти, на котором вас уже ждет гайдище по покрасу зеленого огня на том самом белокоре из прошлого видоса. Соответственно, теперь я буду стараться стабильно выпускать по два видоса, один на ютуб, второй на бусти, собственно, в месяц, разные. Чаще всего буду пытаться, чтобы на ютубе было какое-то общее ознакомительное видео, общее, так сказать, понимание к теме, а на бусточе будем уже либо какие-то нюансы разбирать, либо какие-то сопутствующие вещи, как сейчас мы, собственно, делаем видос по инкам, и, соответственно, видос у нас непосредственно говорит, как с ними работать с аэрографом. Пока все эти форматы, всякое придумывается, у нас там один уровень подписки, так сказать, народный, что в него входит, также можете перейти по ссылке, почитать обязательно, в общем. А теперь подписались, поставили лайки, подписались на наш бусти, в общем, когда все условия выполнены, можно полностью, в полной мере наслаждаться непосредственно самим роликом. Сперва такое небольшое предисловие. Я уже говорил про желтый инк в видосах про краски, о том, что считаю его лучшим желтым цветом. С тех пор мое мнение не сильно изменилось. Может, ну, я нашел пару неплохих желтых, типа того же Army Painter, который, ну, от того же плохо гладчивого красного ничем не отличается. Если его использовать на насыщенную белую подложку, все будет хорошо ложиться. Но, тем не менее, с инком его и в аэрограф удобнее заливать, и он достаточно насыщенный, чтобы давать хороший ровный слой, там, ну, или максимум в два слоя. Но с инками далеко не все так просто, применение у них гораздо больше, чем просто краски. Вот, о чем мы сейчас и поговорим. За много лет уже, получается, работать с ними я, пожалуй, вывел все эти способы работать с ними. Не так давно закупил себе новые цвета из их линейки попробовать. Вот, небольшой обзорчик тоже на них дам. Давайте сперва, что такое вообще инк. Самое простое объяснение, как обычно наглядное. Берем синий инк, капаем на бумажку, ну, и выглядит это прям буквально как чернила от ручки, только более жидкие. Соответственно, инки это не что иное, как, по сути, жидкий пигмент. Очень насыщенный пигмент, то есть, жидкий пигмент насыщенный, как краска, а то и вовсе гораздо насыщенней, но при этом он является жидким, как проливка. Самое, пожалуй, простое, до чего и самому интуитивно можно догадаться, зная, что инки это жидкий пигмент, то, что, в принципе, их можно подмешивать в краски. Хотите базовый цвет сделать более насыщенным или поменять цвет металлика, собственно, для этого инки и существуют. С металликами они обычно хорошо работают, судя по всему, кстати, возможно, у скейлов они и добавляются в металлике. То есть, вот, например, когда у меня закончился мой любимый black metal, я без какого-либо труда намешал такой же из более светлого металла и, по-моему, черного инка. Получилось всё абсолютно то же самое, разве что, ну, самое малость жижи. Ещё очень удобно, когда вы намешали себе отдельный цвет для работы с аэрографом. Я, например, делаю это в отдельных баночках. Уже залили, но понимаете, что вам нужно немного его подкорректировать. Вот тут как раз пару капель инка очень хорошо вам помогут поменять цвет прямо в аэрографе. Ничего не усрут, ничего не забьётся. Ну, если, разумеется, использовать соответствующую химию. Второй способ, соответственно, раз уж мы заговорили о металликах, инки это для них замечательные тени. Тут уже идёт не только работа с аэром. Ввиду более насыщенного пигмента они дают больше глубины в тени. Единственное, что стоит учитывать, что всё-таки они у нас достаточно глянцевые. Поэтому всегда при работе с ними стоит держать под рукой мат-медиум. В данном случае я работал с удовольствием на метру металликами. Сперва он был мне нужен, чтобы развести что-то вроде инка-оливки. То бишь более насыщенные проливки. Инк, тинер, мат-медиум. И пролить базовый цвет. Мат-медиум не прямо уж ультимативный фикс. Всё-таки оставит нам слабый глянец. Однако это тот редкий случай, когда небольшой глянец близко к теням скорее идёт на пользу. Ибо затем я делаю различными металликами контраст по типу как NMM. А металлики у нас тоже так или иначе блестят. И для их сглаживания с тенями я тоже разбавляю мат-медиум. Но в шлях глянец от инка-оливки подбивается уже обычной матовой краской. Или вовсе на этапе лакировки. Короче, нюансов дофига. Пиши коммент, если хочешь гайд по работе с труметолом. От самого простого до вот такого, который я сейчас описывал. Ещё есть старая добрая тема тонировки инками. Это как раз предок покраса контрастами от ГВ. Укатываем минку в металл или светлый грунт. И аккуратно её заливаем в лучшем случае... Ну, как в лучшем случае? Лучше всего с аэрографа. Получаем от цвета максимум и нужный эффект. В зависимости от, собственно, основы. Ну, принцип тоже как с контрастами. Да, там, более серая, более бледная. Да, если металл в основе у нас, она больше блестит и так далее. Эффект получится лучше с аэра, как я уже сказал. Но, в принципе, при определённой сноровке, кистями... Те, кто контрастами всё так же красил, поймут. Тоже реально как-то справятся. Четвёртый способ. Опять же, не уходим далеко от покраса с аэра. И понимаем, что это, в принципе, отличные краски для аэрографа. Главное не забывать, что они довольно глянцевые, и учитывать этот момент при заливании их в тень. Ввиду их жидкости, их можно спокойно мешать между собой бурля и аэрограф, не перезывая, что он забьётся. Пару капель флоумпрувера, он же чё-то вроде ламина для аэрографа, и одна ретардера по необходимости. И они отлично и насыщенно садятся на светлую основу. Это может быть обычный покрас черепришейт, по типу, как я делаю на этом рыцаре, или вовсе покрас огня, намного более быстрый по сравнению с кистевым. А самое главное, максимально сочными и градиентными всевозможными переходами цвета. Вот, например, мой барлак, где весь огонь спокойно можно сделать инками, плюс пара хитростей. Всю технологию я бы не смог сейчас описать при всём желании. Там не просто в несколько этапов высветляется, затемняется. Ну вот, нечто подобное мы и будем сейчас на бусточе разбирать, как раз с зелёным огнём. В общем и целом, это основные все способы применения. Их, возможно, для чего-то ещё их можно приспособить, но я вот пользуюсь ими так, в первую очередь. Соответственно, сейчас мы рассмотрим все мои старые инки и новые инки, и у каждого из них есть своя приколюха и особенность. Ну, начнём с самого очевидного. Про жёлтый инк уже говорилось. Отличный чистый жёлтый цвет, которому трудно нажирнить. Мешаем с красным, чтобы получить чистый оранжевый. Красный инк. Он оказался немного подлым. Сперва казалось, что это чистый красный, как мой любимый Pure Red. Однако всё же он чуть больше уходил в оранжевый. Ну, такой вот, чуть-чуть огненный красный. Из-за этого, смешивая его с синим, я не смог получить нормального фиолетового. Синий вы уже, собственно, тоже видели. Чисто как чернила от ручки. Я использую его при покрасе синего певера оружия на игровухах, например, и делаю инк оливку, чтобы получить более насыщенный синий-чёрный на уже работах повыше. Зелёный или же чистейший изумруд. Выглядит он в один-в-один как та самая медицинская зелёнка, которую мазали каждому на бубошку в детстве. Он у меня отлично подходит для более-менее ленивых и при этом качественных зелёных светяшек ближе к тёмной части. Или стекла, например, зелёного. Он не очень тёмный и хорошо прям блендится. Инктенс чизнат это, по сути, концентрированная сепия. Вы знаете, это вот жёлто-коричневая санина на старых фотках, если кто не знал, да. Прибивая ими свечение по области, когда делаю обычный огонь для теней, на чистом золте я мешаю его с чёрным инком и получаю что-то вроде аналога агракса. Также неплохо смотрятся как тени на жёлтом, что в принципе не новости. Все уже давно проливают жёлтый серафим сепий, гвшный, например. У скейлов есть ещё пару похожих коричневых оттенков, но они, как правило, легко получаются смешиванием других. Например, как только что я упомянул, тот же чизнат плюс чёрный, получается аналога агракса, который, по сути, у скейлов есть, по-моему, как интенс браун. Так что, в принципе, остальные коричневые оттенки, на мой взгляд, не особо нужны. Чёрный инк в основном для металликов или же в случаях, когда надо сильно-сильно затемнить ту или иную разведённую в айре краску. Но не думайте, что это хороший аналог чёрной краски. Если вы захотите сделать какой-нибудь чёрный глянцевый шлем из скафандра, то да. А если просто красить, то напоминаю, что эта штука гораздо более глянцевая, а обычный чёрный всё же, как правило, матовый. Ну, если вы не брали Gloss Black. И, соответственно, более матовый в тенях смотрится намного лучше. И тут мы плавно подходим к самому интересному. Начнём с одного из новых, самого, пожалуй, казалось бы, неприметного, но интересного белого инка. Дело в том, что в здравом уме на него, ну, сложно обратить внимание. А я вот взял, решил потестить, и, как вы уже поняли, мне нравятся инки. Вы, скорее всего, спросите, а чём он тогда от обычной жидкой белой краски отличается? Ну, действительно, на первый взгляд, ничем. Более того, я тестил его, как и жёлтый, в качестве достаточно укрывистой жидкой краски. И тут он отстаёт от обычной жидкой краски. И когда уже кажется, что разницы нет, поигравшись с ним, ещё немного начинается магия. Отличается этот инк от обычной краски, примерно, как и все прочие инки, от своих аналогов среди красок. Во-первых, он гораздо медленнее полимеризуется. Думаю, многие замечали, что белая краска при покрасе в разы быстрее схватывается. И, как правило, априори гуще остальных. Но, опираясь от этого, можно прикинуть, что белый инк удобнее добавить в другие краски. Особенно, когда делать и глейзер. Особенно хорошо это работает, если добавить капельку ретардера. Далее я всё же понял, что это отличный пришейд. С аэра он достаточно укрывистый. И, напоминаю, что как и любой другой инк, с небольшим глянцем. Отчего высветление поверх смотрится ещё насыщеннее. Но самое главное, что воевать с ним гораздо проще. Если белый грунт, это вообще пипец. Он в любом случае, так или иначе, подзабьёт аэр. А также не очень хорошо подходит для тонкой работы, когда вам там, например, нужны очень аккуратные пришейды. У нас остаётся варик либо жидкое белое специально для аэрографа, либо этот самый белый инк. И знаете, все белые для аэра, которые я пробовал, они точно такие же белые, просто жиже. Ну, в том смысле, что так же быстро поэлемеризуется на игле и в аэрографе, и даже несмотря на ретардер. Из-за чего при довольно тонкой работе так или иначе брызгаются, влажаться не очень равномерно. Да, их можно отвоевать, но с инком это явно проще. Там и подобрать пропорции ретардеров, импруверов и так далее. Более того, белый инк идеально укрывистый. Потому что, с одной стороны, он ложится не очень контрастно, что вредно, если аэр начинает брызгаться в процессе. Поэтому эти мелкие капли, даже если он начнет брызгаться, не очень заметны и довольно легко перекрываются выправительным слоем. Зато, с другой стороны, если мы побрызгаем еще пару раз аккуратно и ближе, то мы как раз дозакрасим пришейт. У нас уже получится какой-никакой градиент, и следующий наш слой очень даже хорошо ляжет. Ну и самое прикольное, что из белого можно сделать такую же замечательную инколивку, которая мне, например, очень пригодилась при покрасе все того же зеленого огня. Обычная белая краска в качестве проливки слишком уж нестабильна и в лучшем случае оставит разводы, а в худшем вообще жир и пузыри. И тут, когда мы работаем со свечением, нам надо, чтобы светлое шло из центра. Так что данный инк офигенно спасает от очень долгой и муторной работы кистью. Ну и остались у нас из новых Inktense Lime. Взял чисто, чтобы экономить немного времени и постоянно не смешивать желтый с зеленой краской. Ну и потому, что если желтый инк с зеленым и изумрудным мешать, то лаймовый, естественно, не получится нормального. Ну и, наконец, очень классный цвет Crimson. Как вы уже могли понять, если тот, который Red, он более оранжеватый, то этот чуть более красноватый. Почему он лучше работает в смешении синим? Ну и сам цвет прям хорош. Прям пушка бомба. Я вот переподобрал расцветочку на плодов, перегнав в Crimson и прям кайфую с результатом. На мой взгляд, все интересные экземпляры инков я вам показал. Все их купил, все их обкатал. Остальные либо легко смешать, либо не самые нужные цвета. То есть только берите их, если вам, допустим, нужен конкретно этот цвет для прокраса чего-то конкретного. То есть, ну или если вам он очень нравится, вы планируете его там как-то использовать, подмешивать. Ну а на этом все касаемо инков. Напоминаю, что мы проводим индивидуальные уроки как живые, так и онлайн. Для тех, кого интересует формат видеогайдов, теперь есть формат по более скромной цене, гораздо более скромный. Так что не забывайте подписываться. Спасибо всем за просмотр. Надеюсь, я внес ясность, что такое эти ваши инки. И я уверен, что ты уже подписался. Поэтому просто пока-пока. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok